всем привет друзья с вами реальный басист и сегодня мы поговорим о синтезаторах а точнее вот об этой замечательной педали которая называется энзо от компании meris и это уникальный гитарно-басовый синтезатор который обладает мощнейшим жирнейшим звуком и большим количеством очень интересных функций предоставлена эта педаль компании pedal zoo и давайте познакомимся с ней поближе и прежде всего давайте разберемся с подключением вот этой вот педали здесь все довольно просто моно вход стерео выход педаль подключения экспрессии она же вход в миди и собственно говоря питание что касается миди как здесь устроена миди вот здесь кроется большой минус этой педали потому что нужен специальный переходник с пятиштырькового миди на стерео джек и только так вы сможете отправлять сообщения различные на эту педаль но тем не менее она поддерживает и миди клок и сиси команды и программ change команды в общем можете управлять различными параметрами и пресетами при помощи миди полноценно но вам понадобится переходник вот и что касается того как сделана эта педаль как устроена могу сразу сказать что она не интуитивная я вообще люблю когда в педали существует такая ситуация как одна ручка на функцию это всегда удобно и понятно здесь каждая ручка отвечает за множество функций и это ну скажем так не очень удобно постоянно надо помнить что за что отвечает и эта педаль без мануала просто в ней невозможно разобраться поэтому надо читать мануал но когда вы разберетесь в ней поверьте вы будете вознаграждены потрясающим звуком и сейчас собственно говоря мы его послушаем и разберем все режимы работы эти педали которых здесь у нас целых четыре и так поехали итак друзья начнем с режима моно в этом режиме педаль работает как традиционный монопонический синтезатор здесь у нас есть два осциллятора который можно детюнить при помощи вот этой вот ручки модулей шин добавляем такую вот модуляцию расстройку между голосами вот на максимум также здесь у нас есть генератор двух типов волн это волна пульс или квадратная волна и пилообразная волна вот сейчас звучит пульс у нее больше низа но меньше гармония давайте включим теперь пилообразную фильтром можно соответственно менять частоту среза можно добавить резонанса слишком много на мой вкус также здесь есть управление огибающий если вот эту вот ручку фильтр envelope мы повернем по часовой стрелке то у нас как бы вот этот вот вау-вау эффект будет открываться если против часовой то наоборот закрываться так же есть ручка микс которая миксует сигнал между чистым и обработанным вот сейчас посередине примерно вот у нас только чистый вот у нас сто процентов обработанный но я всегда предпочитаю оставлять чисто сигнал баса в подмешанный к обработанному сигнал кстати сказать трекинг этой педали просто шикарен тречит все ноты и отслеживает на всем диапазоне никаких задержек ничего просто обалденно дальше у нас здесь есть пить шифтер встроенный сейчас у нас вот эта ручка пич на 12 часов если мы его повор и и поворачиваем по часовой стрелке то мы по полутонам меняем высоту увеличим высоту генерируемого осцилляторами сигнала и можно настроить ну соответственно любой интервал мной мой мой естественно можно на октаву выше сделать и на две октаву выше Ну и соответственно в обратную сторону также точно мы можем построить интервал вниз. Вот две октавы вниз. Ну и хотелось бы также еще по поводу фильтра сказать. Здесь целых шесть типов фильтров есть. Меняются они вот этой ручкой фильтр при нажатии кнопки Alt. Вот это Low Pass. Вот это High Pass. Ну и так далее. Еще несколько типов. Вот как вы видите очень гибкие настройки. Можно нарулить в принципе практически любой звук. И что мне нравится именно в этом синтезаторе, в отличие от многих типа ElectroGarmonics или других, здесь именно осциллятор. То есть он работает очень по аналоговому. Хоть это и цифровой прибор, но он работает очень по аналоговому. То есть здесь конкретно генератор двух типов волн, как я уже сказал. Фильтр огибающая, прям вот архитектура этого синтезатора конкретно очень похожа на аналоговую. Это не просто какие-то там цифровые пресеты, которые заложены и которые вы не можете поменять. А здесь очень гибко вы можете менять. Вот и также здесь есть ручка, то есть здесь есть встроенный дилей, который вот этой ручкой Mix при нажатии кнопки Alt тоже генерируется. Вот если мы вот так вот повернем. Вот дилей стерео, поэтому видео рекомендую слушать в наушниках. То есть можно прям такие конкретные делать лиды, настоящие клавишные, да? Второй режим, который у нас здесь имеется, называется Poly, и он умеет обрабатывать аккорды. Соответственно вы можете включить этот режим и обрабатывать, играть аккордами на вашем инструменте, на гитаре или на бас-гитаре. И у вас будет звучать очень богатая такая синтетическая палитра. В принципе все крутилки, которые я показал в предыдущем режиме, имеют абсолютно точно такие же функции. Поэтому давайте сейчас просто послушаем, как он звучит в режиме Poly. Давайте немного добавим 1-3 модуляции. Немножечко поменяем тип волны. Давайте добавим дилей. Чуть-чуть. Немного фидбэка. Слишком много. В описании предыдущего режима, моно-режима, я забыл рассказать о двух функциях. Давайте вот сейчас о них поговорим. Первая функция это портамента. Регулируется она ручкой Pitch и при помощи нажатий Function. И портамента это функция та же самая Glide. Другое у нее есть название. Как-то на любом синтезаторе она позволяет плавно перетекать от ноты к ноте. Давайте посмотрим, как это звучит. Уберем дилей для чистоты эксперимента. Более очевидно, наверное, это будет в моно-режиме. Видите, туда-сюда плавно перетекает, как будто слайд. Сейчас без портамента. Теперь с портамента. Еще одна интересная функция, про которую я не рассказал, это Ring-модуляция. Регулируется она при помощи вот этой вот ручки. При помощи Sustain. Сама ручка Sustain регулирует непосредственно Sustain. Насколько долго длится звук синтезатора. Его можно поставить на полную. И тогда, даже если нота вашего инструмента затихнет, нота синтезатора все равно будет длиться. Она будет ретригиться таким вот образом. Если вы нажимаете Alt и крутите эту ручку Sustain, то вы добавляете Ring-модуляцию. Что такое Ring-модуляция, объяснять не буду, поскольку этот эффект очень сложен и физически глубок для объяснения. Просто скажу, что на самом деле здесь очень интересно реализована Ring-модуляция. Она может быть... Просто скажу, что Ring-модуляция здесь достаточно интересно реализована. Она позволяет получать как легкие тремоло, так и просто сумасшедшие какие-то атональные звуки. Ну вот легкое тремоло. Ну вот такие штуки. Если совсем, прям сделать почти на максимум. В общем тоже это дает определенные интересные такие звуковые возможности. Давайте попробуем сейчас в полирежиме легкое тремоло на аккордах. То есть добавляя немного Ring-модуляции можно делать очень прикольные такие ритмические пэды. Вот. Давайте попробуем добавим Sustain. Попробуем добавить... Открыть немного фильтр. Добавить может быть капельку резонанса. И давайте поменяем тип фильтра. Давайте попробуем... Поменяем тип фильтра. Третий режим работы называется Arp. И это арпеджиатор. Enzo берет ноты вашего аккорда или вашей одиночной ноты. Раскладывает ее на какие-то составляющие, на гармоники. И раскладывает их в качестве арпеджио. Давайте посмотрим как это работает. Собственно все функции те же самые. Тот же фильтр, та же огибающая, расстройка, портамента и так далее. Дилей. Но только теперь уже применительно к арпеджиатору. Давайте добавим немного расстройки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяем тип волны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавим дилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте сделаем медленнее темп. Немного больше расстройки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот единственно как сказано в инструкции здесь этот арпеджиатор он анализирует не только ноты аккорда которые вы играете но также гармонии то есть если вы например сыграете одиночную ноту то арпеджиатор будет раскладывать ее на те составляющие которые непосредственно есть в этой ноте то есть на натуральный звукоряд на натуральные флажолеты которые в этой ноте заложены и иногда получается как бы вылазит артефакты ненужные то есть я играю аккорд а звучит там какая-то одна там левая нота это не очень хорошо я не знаю как это побороть может быть и как-то можно в настройках это сделать давайте посмотрим пару других типов фильтров ну и четвертый режим называется dry это на самом деле очень круто что они сделали этот режим собственно говоря в этом режиме вы можете пользоваться всеми функциями этой педали без синтезатора то есть например пить шифтер на сухом звуке если вы расстроите на октаву вниз то получаете просто октавер соответственно также точно вы можете построить и октаву вверх ну и любой интервал который вам нравится также вы можете использовать вот эту вот расстройку этот дитюн и тогда у вас будет хорусообразный эффект также вы можете использовать ринг модуляцию как от более скажем экстремальных настроек тогда менее экстремальных что-то вроде такого легкого тремоло ну естественно фильтр весь этот набор из шести фильтров которые здесь есть с двумя типами огибающих естественно к вашему распоряжению но вот собственно давайте традиционную такую квакушечку посмотрим добавим резонанса для более яркого такого гнуса гнусового такого эффекта но это уже слишком много резонанса естественно все эти эффекты вы можете сочетать также вы можете использовать дилей с нужным количеством фидбэка и сейчас делаем мы сочетаем с фильтром можно его также естественно сочетать и с расстройкой и спидшифтером ну в общем как вы видите педаль просто невероятно гибкая поражает качество звучания поражает как я уже сказал аналоговость звучания сама вот эта архитектура синтезатора это не традиционная гитарно-басовая синтезаторная педаль это именно очень похоже на аналоговый синтезатор и ну конечно функционал очень радует да можно настроить настолько разнообразные гибкие звуки и и собственно говоря целую палитру в разных режимах можно в принципе как человек-оркестр с этой педалью играть и педы и басовые какие-то партии и лиды и соло и и чего только в общем нельзя здесь на рулить ну что ж друзья если вам понравилась эта педаль ставьте лайк пишите комментарии свое мнение об этом подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео спасибо магазину педалзу за предоставленный прибор ну и увидимся в следующем видео до скорых встреч пока